Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Работаю на Яндекс.Дзен уже три года и сразу хочу сказать, работать на Дзен мне очень нравится. И я настроен на очень долгое сотрудничество, но в ложек дегтя, портящих бочку меда, там, тем не менее, более чем достаточно. Чтобы в этом убедиться, достаточно зайти в группу Дзен ВКонтакте. Сначала скажу о старом. Мой первый канал проработал полгода и потом мне его забанили за заимствованный контент. Забанили сроком на год. Потом выяснилось, что на Дзен просто не признают так называемое видео со свободной лицензией, с лицензией Creative Commons и соответственно считают такой контент заимствованным. Полтора года работы получилось, накрылись медным тазом. Понятно, пережил я это тяжело. Да и то. На канале на тот момент было уже 8200 подписчиков и 255000 аудитория. А доход был уже 10-12 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, у меня на Ютубе 6900 подписчиков, а доход аж 5 долларов в месяц. Канал же на Ютубе у меня существует аж с 2011 года. На Ютубе конкуренция куда выше, чем на Дзен. И в этом сегодня, наверное, главное преимущество Дзен перед Ютубом. Нужно также сказать, что за заимствованный контент мне забанили и второй канал. Поскольку то, что дело в лицензии Creative Commons, выяснилось далеко не сразу. Ну а крайним понятно, оказывается блогер. Но создал я и третий канал, и вот уже опять прошло полтора года, так сказать, новых полтора года, как он работает. Сначала все развивалось нормально, и история с лицензией Creative Commons больше не повторялась. Я уже надеялся через считанные месяцы выйти на доходы, с которых можно прожить. Но наступила жаркая во всех смыслах лета 2021 года. На Дзен, похоже, затеяли некую реконструкцию. На практике она выразилась в том, что алгоритмы, как с цепи, сорвались. И начали необоснованно ограничивать публикации через одну, а то и чаще. Ответа же от службы поддержки, поскольку то она черепачками писать, возмущенные блогеры. Приходилось ждать хорошо если три дня, а то и дольше. И доходы у меня, по моим подсчетам, рухнули в 15 раз и стали просто копеечными. Что ж, пережила это. К зиме ситуация стала, вроде бы, управляться. Но именно, вроде бы. На Дзен, похоже, любят реформы. Ну а практическим выражением этих реформ стало то, что необоснованные ограничения публикаций опять начали случаться слишком часто. Правда, ответа теперь уже приходилось ждать не трое четверо суток, а сутки, иногда несколько дольше. Но доходы в результате этого все равно оставались небольшими. И то, что немножко подросло в конце осени, в начале зимы, очень быстро сошло на нету. У меня лично они на данный момент порядка 1000 рублей. То есть опять, получается, стали символическими. 1000 рублей в месяц. Понятно. Главная причина, почему так. Я не публикую новых материалов, пока необоснованное ограничение с ограниченных материалов. Официально не снимут. Научен горьким опытом. Поскольку прежние два канала у меня по принципу. Три публикации подряд ограничены. Канал банится предупредительно. Три предупредительных бана подряд. Канал банится на год. Ну то есть практически навсегда. За год от аудитории понятно встанутся рожки да ножки. И самое главное здесь доказать ничего невозможно. Одно из золотых правил цена. Так решили алгоритм. И уже ничего нельзя сделать. Алгоритм это искусственный интеллект. За подобное золотое правило. В любой нормальной стране блогеры давно бы уже сделали цен банкротом. Судебными исками за моральный бритм. Но нам до нормальной судебной системы, увы, еще далеко. В результате у меня сейчас, кстати, очень интересное соотношение подписчиков и аудитории. Напоминаю, на первом канале у меня было восемь тысяч двести подписчиков и двести пятьдесят пять тысяч аудитории. Сейчас же у меня четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят подписчиков и аж двадцать семь тысяч четыреста семьдесят аудитории. Подписчики, понятно, никуда не уходят. Даже если новых публикаций приходится и ждать сутками. Но вот об аудитории такое, увы, ну никак не скажешь. Но даже это, как недавно выяснилось, еще полбеды. Недавно над зен особо частым ограничением стал так называемый язык вражды. И положение о нем составлено так здорово, что слишком во многих случаях либо сложно слишком что-то доказать, либо вообще невозможно. Добавлю, особенно если ты пишешь на политическую тему. На языке юристов это называется положение составлено некорректно. Вот как оно выглядит, а вот как оно звучит. Язык вражды и пропаганда насилия это любые языковые и художественные средства для выражения ненависти, в том числе и негативное высказывание призыва к дискриминации и насилию в адрес людей или группу людей по признаку принадлежности к социальной группе, расе или национальности, сексуальной ориентации или гендерной идентичности, возраста, политических взглядов, вероисповедания, а также по любому иному признаку. Подобный контент на дзене запрещен. Самое веселое здесь понятно, в том числе и негативное высказывание. Поле для произвольных толкований здесь понятно запредельное, поскольку совершенно непонятно, чем негативные высказывания отличаются от критических в политических публикациях, прежде всего. А у меня на канале 90% публикаций политические. Правда, не буду сгущать краски. Мне пока один-единственный раз не сняли это самое ограничение язык вражды. И я удалил публикацию, с которой его не сняли. Хотя и считал, что ограничение было несправедливым. Но потом, взвесив все за и против, а также внимательно прочитал положение дзен об ограничениях, накладываемых на публикации. Я понял, что так это дело оставлять нельзя. Положение, а нужно сказать, что из-за вражды здесь далеко не единственное аналогичное положение, не должны оставлять настолько запредельный простор для произвольных толкований. Тем более в области политики и особенно в нынешней ситуации в нашей стране, когда властью недовольны все большее и количество людей. Думаю, я продолжу данный цикл публикации и тщательно проработаю все положения дзен по ограничению публикации и дам свои рекомендации. Мне в этой жизни пришлось овладеть несколькими специальностями и одна из них юрист. Пока же выскажу свое мнение о том, что нужно исправить в положении язык вражды. Думаю, лучше зачитаю. За основу здесь нужно взять статью 2031 КОАВ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Вот как эта статья выглядит визуально. Ну а вот как она звучит. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также они уже на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации, либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет. Сразу обращаю внимание, здесь нет пункта политические взгляды, как в положении дзен. Да оно и понятно. Если оно будет, то к административной ответственности придется привлекать всех, кто критикует власть. Рейтинг, который, к слову, в нашей стране стремительно падает. И думаю, этот пункт просто нужно исключить из положения дзен, равно как нужно и продумать вопрос с негативными высказываниями. Нужно четко прописать, в чем разница между негативными высказываниями и критическими. И возможно так и приписать к этому пункту. Критические высказывания не считаются негативными. Тем более, что это несложно. Критика, как известно, отличается от критиканства тем, что она обоснована. И критикующий, соответственно, должен располагать доказательствами, подтверждающими его точку зрения. Думаю, такой подход снимет очень многие вопросы. А их, как я уже сказал, слишком много. Я не случайно вначале акцентировал внимание на группе дзен вконтакте. Каждый, кто зайдет туда, думаю, будет впечатлен количеством негатива между блогерами и администрацией дзен. Ссылка на эту группу будет под роликом. На этом, пожалуй, сегодня все. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках.